Добрый день! Очень рада вас всех слышать в этот весенний день. Давайте тогда, как обычно, кто сейчас с нами, пожалуйста, поставьте плюсики, чтобы я понимала, что с трансляцией все хорошо, и мы можем начинать нашу сегодняшнюю встречу уже активно. Добрый день! В закладке «Вопросы» как только я закончу презентацию, я сразу с удовольствием на все абсолютно вопросы отвечу и надеюсь, что все вопросы получат ответ. Итак, несмотря на весну и некоторое повторение, но наша сегодняшняя встреча в основном у нас с вами будет опять посвящена теме антибактериальных средств по запросу вас в первую очередь, и ряда лидеров, которые, может быть, сейчас не с вами, но это, как бы, безусловно, сейчас очень востребованная, актуальная тема, и мы, конечно, хотим еще, если эта информация вам нужна, то да, я сегодня расскажу еще чуть более подробно под новым ракурсом. Это не будет повторение того, что... Раз я встречалась с вами на прошлом вебинаре, возможно, кто-то меня слышал в нашем инстаграме, по-моему, неделю назад мы тоже делали такую краткую встречу. Сегодня будет еще дополнительная информация, более углубленная, в силу того, что, ну, ситуация складывается вокруг нас так, что мы, конечно, все не можем стать инфекционистами и вирусологами, это, наверное, не требуется, но для работы с продуктом сейчас, когда он достаточно востребован, конечно, каждому из нас, и вам, как пользователям, и как людям, предлагающим этот продукт другим покупателям, наверное, действительно будет полезна более дополнительная информация. Она, конечно, чуть более специальная, более химическая, но мы постарались ее сделать в наиболее доступной форме, чтобы максимально исказить какую-то неправильные моменты при передаче. Надеюсь, что это будет и полезно, и при этом интересно, и, самое главное, понятно. Итак, в общем, в силу того, что тема посвящена антибактериальным средствам, давайте сначала, в принципе, обсудим, что же такое расхожее слово микробы, которое мы обывательски часто употребляем. То есть это, на самом деле, собирательный термин, который говорит про некие формы жизни, которые очень-очень малы, мы не увидим их, не можем их убедить, и к понятию микробы, которое не является официальным термином, в целом относятся, в общем-то, и бактерии, и вирусы, при том, что между собой это достаточно разные классы организмов. И я сейчас кратко очень расскажу, сейчас будет два слайда, как раз посвященных вирусам, наверное, наиболее сейчас такой актуальный запрос, и бактериям, на самом деле, не менее важная история, потому что бактерии тоже очень существенно могут влиять на нашу с вами жизнь, на наше здоровье, на то, что нас окружает. Да, специально сделали слайды такие нестрашные с этими вирусами, и огромное количество, и вирус, принципиальное отличие от бактерий в том, что это не клеточная форма жизни, и вне клеток других организмов они не обезжизнены, то есть они не являются живой формой жизни сами по себе. Но как только на пути вируса встречается какая-то клетка, другая, живая, вирус проникает через ее оболочку, ну, скажем так, завоевывает в ее поле жизнедеятельности, и дальше, соответственно, начинает репродукцировать новые вирусные частицы, которые живут в этом организме, могут, к сожалению, распространяться дальше, и все, что с этим связано. Да, у вируса отличается достаточно новая особенность, он устроен как бы из такой белковой оболочки, специальный термин называется капсид, но для нас с вами, наверное, даже более важна белковая оболочка, потому что, понимая структуру этой оболочки, в общем-то, и ищутся, и создаются те вещества, которые разрушают жизнедеятельность вируса. То есть вот эта белковая оболочка капсид, она защищает генот вируса, то есть позволяет ему быть жизнедеятельным. Со слави сложных вирусов, да, то есть вирусы бывают простые, бывают более сложные, понятно, что там огромная градация и деление, мы с вами на таком достаточно широком верхнем бытовом уровне сейчас это обсуждаем, но это не мешает этой информации оставаться именно корректной, просто, да, она без какого-то уже детализации таких специальных требований. Да, то есть у более сложных вирусов эта оболочка называется суперкарсид, и она как раз отличается вот теми визуально наблюдаемыми, да, под микроскопом, шиповатыми отростками разной формы, которые уже формируются из сложных белков, липа и глигопротеидов. Соответственно, вот чем сложные вирусы отличаются от более простых. Соответственно, к классу как раз сложных вирусов относятся ретро-вирусы, так называемые, РНК-вирусы, и, в общем, тот самый вирус, который сейчас очень активно, наверное, вторгся в нашу жизнь, он тоже относится к этой истории РНК-вирусов и общей группе вирусов, да, и имеет вот эти самые как бы оболочки сложных белков. Собственно говоря, почему и продукты, которые при внешнем воздействии, мы сейчас ни в коем случае не говорим про медицинские препараты, которые способствуют кому-то выздоравливать, мы говорим про вот ту историю с остатками вирусов или бактерий на внешних поверхностях, на которые они могут попадать из живых микроорганизмов, то есть это там от нас, там, животные, вот это вот вся история, да, то есть нам очень важно для устранения вируса как потенциального дальнейшего агента понимать, как можно разрушить вот эту оболочку, которая его и сохраняет, его как бы функционирование внутри. Таким образом, что и текущий вирус, он относится к сложным вирусам, группе ретро-вирусов, РНК-вирусов, что, в общем, можно знать на таком вот первичном уровне. А вторая история, и что же относится к миру микробов, это бактерии, да, и их существенные отличия, как я уже сказала, отличие-то есть, оно принципиально. Они, да, это гораздо более крупные, как правило, частицы, хотя вирусы тоже бывают разные, более мелкие, более крупные. Я думаю, что, может быть, многие слышали, что этот вирус, который сейчас активно существует, он достаточно крупный. Он относится к достаточно крупным вирусам, что позволяет все-таки использовать маски с достаточной точки зрения эффективности, ну, какой-то профилактики. И бактерии, в отличие от вирусов, являются самодостаточными живыми организмами, соответственно, которые сами воспроизводят свое существование, но зависят от условий внешней среды, в которых они пребывают. Таким образом, у них тоже можно выглядеть, да, то есть это одноклеточные микрогранизмы, у которых сама клетка тоже отражена мембраной. Мембрана – это несколько иная, да, она уже состоит не из оболочки, как там белковой, да, а из фосфолики. И уже поверх мембраны располагается клеточная стенка, которая тоже состоит из сложного белка. Я в конце же объясню, почему я так много говорю про вот эти белковые структуры. Вот. Но при этом, да, важно понимать, что бактерии, как раз ее клеточная структура тоже отличается от растений и грибов, это иная форма. Соответственно, бактерии вот как раз по типу этой клеточной стенки внешней принято делить на два основных класса, опять-таки, очень крупных, очень таких сверху, без уже ухода в детали. Это грамм положительные и грамм отрицательные бактерии. Я думаю, что многие из нас услышали этот термин в своей жизни. Так вот, грамм положительные – это бактерии с более толстой клеточной стенкой, грамм отрицательные – более с тонкой. А бороться, соответственно, нам сложнее с теми бактериями, которые имеют более толстую клеточную стенку. Это грамм положительные бактерии. Может быть, тоже потом, в принципе, вот так вот, мне кажется, ну, тут более-менее мы старались очень понятным языком дать эту информацию, чтобы тогда вы ее будете тоже как-то использовать в личных целях, она, ну, минимально искажалась, действительно, потому что в таких вопросах, конечно, очень важно быть максимально корректными. Так вот, вирусы и бактерии – это два тех основных класса, которые мы все обиходом называем микробами, которые нас окружают. Жизнеустройство каждого из этих, как бы, организмов, я только что кратко рассказала, и мы понимаем, что вот каждый из них имеет некую внешнюю структуру, воздействие на которых, то есть разрушая которую, можно, собственно говоря, и свести к минимуму их потенциальный вред, да, то есть прекратить их какую-то жизнедеятельность не совсем правильно, потому что вирус, наверное, не имеет жизнедеятельности, он не живой организм, но прекратить их такое активное существование. Вот почему, собственно говоря, был такой маленький год, как структурно организованы эти два компонента. Теперь, немножечко понимая, как они устроены, мы перейдем, собственно говоря, уже к нашим продуктам, и к тем компонентам, прям непосредственно к тем компонентам, на основе которых они созданы, и почему, собственно говоря, они эффективны и разрушают вот эти вот клеточки, которые есть у нас. Коллеги, я вижу, что пишут, что не слышно и не видно, я извиняюсь, что я прерываюсь, а еще кто-то, пожалуйста, дайте обратную связь, это массовая история или нет? Браслет уберу, спасибо. Все, хорошо, я так понимаю, что... Ну, у кого не слышно и не видно, попробуйте перезагрузиться, пожалуйста. Да, слышно, хорошо, тогда мы продолжим. Итак, мы переходим уже непосредственно к нашему антибактериальному средству. Я думаю, многим из вас этот продукт знаком, и даже нашим новым покупателям сейчас, наверное, да, все стремятся познакомиться с средствами подобного рода поближе. Сегодня я, наверное, впервые расскажу о нем такой глубоко, шимическом, более научной точке зрения, расскажу все, что там внутри лежит, почему оно лежит, почему оно там работает, как это отличается от других аналогичных моментов. Итак, наш любимый продукт сейчас 111.36, антибактериальные средства для очищения поверхностей, сразу, когда момент, там будет отдельный слайд, это продукт для ухода за поверхностями. Итак, внутри этого компонента находится... Секундочку, у меня перескочила. Находится, как же, да, то есть он изначально обладает вот той самой широкой антимикробной активностью. Почему мы можем говорить термин антимикробный? Потому что как раз он работает благодаря своим действующим компонентам сразу на разные типы вот этих организмов, да, и на бактерии, и на вирусы, и на грибы, ну, и как бы там плесневые, дрожжевые грибы, как разновидности класса грибов. То есть он воздействует негативным образом на вот эти защитные оболочки или мембраны, или клеточные стенки всех вот этих разных организмов, да, разрушая их. Итак, два основных компонента в составе. Они вынесены на упаковку. Сразу могу сказать, в силу того, что продукт антибактериальный. Мы достаточно как бы открыто и считаем, что важно давать полную информацию нашим покупателям. В составе вы увидите название обоих этих компонентов. Для этого продукта, несмотря на то, что законодательно мы могли бы этого не сделать, он вынесен полностью с указанием химических названий. Итак, первый основной компонент – это полигексилметилбигаонидин гидрохолорид. Я извиняюсь, название очень сложное, к сожалению, ничего сделать нельзя. Есть такое более сокращение – ПГМБ. Ну, как бы профессионалы между собой его называют, да, по первым буквам основных, с основных компонентов, и всем станет. То есть вот ПГМБ – это первый компонент, да, который заключается, он как раз работает с разрушением защитных стенок барьеров бактерий, да, он нарушает вот эту мембрану, вследствие чего жидкость, которая находится внутри клетки бактерии, вытекает и погибает. Как следствие, бактерия, ну, в общем-то, после того, как клетка разрушена, она погибает. Да, важный очень момент. Данный компонент полигексилметилбегонидинхлорид разрешен, как бы, естественно, в Российской Федерации. Причем, я могу, более того, этот компонент входит в класс веществ для дезинфекции рекомендуемых Минздравом для обработки больниц и подобных помещений. Более того, этот компонент также, в отличие от родственного ЕМУ, но разрешенного только в России полигексилметилбогонидина, официально зарегистрирован в современной системе европейской РИЧ, да, то есть на территории Европы сейчас ни один компонент, который не прошел регистрацию РИЧ и официально не был там проведен по всем проверкам, не может продаваться на территории Европейского Союза. Вот продукт, который, сырье, который используем мы, ПГМБ, оно зарегистрировано официально в системе РИЧ, оно прошло огромное количество дополнительных исследований, то есть, да, вещество активное, понятно, что разрушает жизнедеятельность таких вот опасных веществ, как вирусы и бактерии, оно обладает высокой долей активности, в таких случаях всегда делается много исследований с точки зрения, там, токсикологии, влияния на здоровье, влияния на водные организмы. И понятно, что этот продукт имеет определенные классы опасности, но самое главное, что он прошел все поставки, он не имеет сенсоризирующего воздействия на кожу, и он одобрен не только в России, как я сказала, в России эти оба компонента внесены в рекомендации Минздрава, да, для использования в определенных средствах обеззараживания, вот, ПГМБ, который используется в нашей рецептуре, разрешен в качестве антимикробной добавки, в том числе и в Европейском Союзе, да, то есть, мы всегда при создании наших форм, естественно, учитывая и ориентируемся на те законодательные нормы, которые есть в нашей стране, но в нашей практике мы всегда еще используем и европейское законодательство, стараемся его максимально тоже изучать, там тоже постоянно происходят какие-то изменения, дополнительные ограничения, все, что с этим связано, наука не стоит на месте, каждый день становится известно что-то новое о тех ингредиентах, которые есть или которые появляются, и не знаю, уж плохо это и хорошо, но в абсолютном большинстве известны, по крайней мере, мне случаи, когда наше законодательство отличается от европейского, как правило, у них оно получается более жестким, то есть, то, что еще может быть разрешено у нас в отдельных случаях, понятно, они там касаются и пищевых отраслей, и медицины, и химии, да, в том числе косметики, и бытовой химии, ингредиенты, которые зачастую могут быть разрешены у нас по разным причинам, могут быть запрещены в Европейском Союзе, то есть, в большинстве случаев, все-таки, те нормы получаются такими более заградительными, поэтому мы всегда изучаем и наше законодательство, и европейское, чтобы максимально соответствовать всем современным нормам с точки зрения безопасности, эффективности и подхода к этому ответственному производству и созданию продуктов во всех областях. Вторым очень важным ингредиентом рецептуры, так, сейчас что-то у меня скачет, то есть, как бы, да, рецептура из основных, как бы, это второй, как бы, компонент, тоже достаточно известный, на самом деле, в дезинфицирующих средствах, я думаю, как бы, информацию про него тоже можно найти, ну, более понятное, короткое название бензалконий хлорин, полное название алкоденитин, бензиламоний хлорид, бак, у него еще есть такое очень распространенное название, он является поверхностно-оксивным веществом, катионным полимером заряженным, да, в своих предыдущих презентациях, когда мы, чтобы не всем, конечно, и хочется, и нужны вот эти химические названия, это катионный полимер, катионный, да, то есть он имеет положительный заряд киона, то есть он относится к четвертичным аммониевым соединениям, так называемый тоже класс соединений час, тоже этот термин, да, сейчас вы можете встретить, если будете искать информацию про дезинфицирующие бактериальные средства, да, вот класс час, это те самые ингредиенты, которые тоже обладают этим воздействием, да, то есть он тоже влияет на плазматическую проницаемость мембраны клетки, вот на ту самую липидную гульковую мембрану, фосфолипидную, про которую я рассказывала в первой части, когда мы говорили про бактерии, и способствует денатурации белков, да, также данный компонент активен для широкого класса ингредиентов, ингредиентов организмов, бактерий, грибов и вирусов, да, в том числе на вирусы в оболочке суперкапсидей, да, то есть на те вирусы, которые более сложные, которые как раз вот большинство вирусов делятся на классы, там самые известные, как я сказал, это ДНК, РНК и ретро-вирусы, и вот наш, к сожалению, вирус, который нас с вами сейчас обсуждает, он тоже относится к классу РНК-вирусов, ВАК успешно разрушает, воздействует на оболочки этих продуктов, собственно говоря, нарушая их деятельность, и таким образом мы можем говорить, да, о том, что продукт, имеющий в основе вот эти компоненты, достаточно эффективен против всех этих микроорганизмов, понятно, что, да, требуется время воздействия, но он для обработки поверхности, для вот этого назначения дезинфекции поверхности прекрасно рекомендован. Теперь уже так более, опять-таки, детально рекомендации по использованию этих продуктов для обработки поверхностей, да, то есть он рекомендован для всех твердых поверхностей, во всех жилых помещениях, ванны, детские, петни, прихожие, полы, столешницы, фартуки, вот все, что как раз, наверное, сейчас потенциально мы стараемся более часто мыть в первую очередь, да, потому что удаление поверхностных грязей, как я говорила на одной из наших прошлых встреч, это первично и тоже крайне это важно делать регулярно, сейчас, может быть, чуть чаще, чем хотелось бы нам, вот, и после этого, конечно, дополнительная вот эта история по очищению поверхности и места содержания животных, обувь наружу и внутри, я знаю, ну, понятно, что мы все живем в разных регионах, в Москве сейчас вот, как бы, прям очень плотный пик распространения, поэтому официальные массы наши тоже рекомендуют очищать, в том числе и обувь снаружи, этот продукт хорош, не может быть, не так актуально нам сейчас, но он прекрасно справляется и с бактериями, поэтому он является профилактикой от неприятных запах, которые часто существуют в нашей обуви, особенно в мужской обуви, обуви подростков, когда ты часто двигаешься, ноги потеют, поэтому это прекрасно бывает в бактерии, соответственно, способствует устранению неприятных запахов, поэтому этот продукт также можно вполне использовать для очищения и протирки обуви не только снаружи, в той ситуации, которая есть сейчас, но и внутри. Да, система кондиционирования в обуви, наверное, тоже сейчас будет очень актуальная история, сейчас станет чуть теплее, в каких-то регионах уже достаточно тепло, и мы так или иначе все будем снова пользоваться кондиционерами хотя бы время от времени, и периодически, даже сейчас, независимо от этой ситуации, конечно же, необходимо систему кондиционирования очищать, и этот продукт, в том числе, до последующей обработки, подходит, чтобы убивать все бактерии и вирусы, которые там сохраняются. Сейчас особо актуально для всех наших гаджетов, да, чехлы телефонов, спинки, внутренности, ноутбуки, клавиатуры, пульты, да, все, что мы в течение дня десятки раз хватаем и пользуемся, рекомендовано протирать дверные замки, ручки, знаю, кто-то говорит про кнопки лифта, ну, тут я так понимаю, что уже каждый сам решает, что возможно и уместно в ситуации, но продукт, да, для вот всех этих поверхностей он рекомендован. Продукт, важный момент, не мгновенного действия, это все-таки не спирт, достаточно мгновенно работает именно спирт, этот продукт с пролонгированной бактериальным действием, да, то есть его нужно нанести на поверхность и оставить от 10 до 30 минут, это то время, когда как раз происходит вот то самое воздействие двух основных оптимистов энергетов на те неприятные организмы, которые, может быть, потенциально могли попасть на поверхность этих вещей, да, то есть для продолжения бактерицидного действия не требуется с внимания, обращаюсь сейчас на это дополнительное внимание. Продукты, оба компонента, входящие в состав, соответственно, я сказала, уже рекомендованы и разрешены для бактериального воздействия, безопасных для человека и животных, но понятно, что есть разумные границы. Продукт не предназначен для употребления внутрь, не предназначен для того, чтобы сидеть и над ним вдыхать, я понимаю, что это крайности, но просто знаю, что сейчас иногда в ситуациях, когда мы живем в каком-то шоке, а мы все находимся в шоке, как бы нужно все-таки понимать, что есть ограничения, да. Единственный момент, да, все-таки, что это водный раствор, он не спиртовой, он не испаряется, поэтому если вы используете для очищения гаджетов каких-то, да, где есть что-то электронное внутри, пожалуйста, наносите на салфетки, промокайте, ну, чтобы не попало это в разъемы и так далее, да, то есть сама по себе вода не нужна, поэтому я надеюсь, что в употреблении будет разумно. Вот, я думаю, что сейчас вот вы прямо обладаете максимум информацией про этот продукт, потом, надеюсь, который поможет вам, поможет рассказать вашим покупателям, как с ним быть, почему он такой, как им пользоваться, в общем, я надеюсь, что это будет очень полезно и сейчас, и в последующие периоды. Так, сейчас, да, следующий важный момент, о котором хотелось бы остановиться, да, сейчас, в период, в котором живем, не только, хочу, кстати, такую маленькую ремарку сказать, давайте вот все-таки, да, нам сейчас все говорят, мы максимально внимательно, мы моем руки постоянно, мы пользуемся антисептиками, мы гораздо чаще убираемся, но в реальной жизни вообще жить в абсолютно чистой среде человек не может и не должен, и нам это не свойственно, поэтому все вот такие особые меры, они уместны и хороши в каких-то особых ситуациях, да, когда кто-то, допустим, в семье болеет, или вот, ну, сейчас, когда действительно мы вынуждены соблюдать дополнительные усиления мира, обеззараживание вот этой среды, в которой мы выходим, да, особенно люди, которые там не сидят дома, а выходят на работу, тогда все это уместно, но в обычной жизни, конечно, пользоваться антисептиками, там, 365 дней в году и на дом, правда, это не очень здорово, все хорошо, уместно, я вот прям всех призываю к этому относиться очень здраво. Вот если все-таки кто-то дома болеет, да, или, возможно, сейчас, или кто-то поболел и какое-то время после этого, да, средства с антивактериальными компонентами уместны, они дают вот эту дополнительную, ну, обеззараживание той истории, которая имела место быть. В нашем ассортименте средства для мытья посуды с антивактериальным компонентом, уверена, что многие знают, кто не знает, я рекомендую купить себе ассортимент не для ежедневного использования, а для вот использования по случаю, да, в ситуациях, когда, к сожалению, кто-то у нас, да, либо мы сами, либо дети, либо кто-то в семье иногда болеет. Вот для этих случаев продукт прекрасно подходит. Возможно, сейчас в особой ситуации тоже может быть использован дополнительно. Плюс у него есть еще одна рекомендация для использования, расскажу чуть позже. Поэтому вот как второе средство для литья посуды на кухне, я рекомендую его иметь. Действительно, в особых ситуациях оно будет очень полезно. Итак, внутри продукта действующий антивактериальный компонент, это гидроксихлоргифенилэфир, соответственно, тоже ингредиент в соответствии с действующими европейскими, да, жесткими нормами в области биоцидов, а все вещества, которые устраняют бактерии и вирус, в общем-то, относятся к биоцидам, к классу биоцидов. Он разрешен в том числе от средствов личной гигиены, что очень важный фактор, да, ну, соответственно, дезинфектантов и в гигиене пищевого производства, в общем-то, во всех тех вещах, которые максимально контактируют с человеком, да, то есть продукт имеет разрешение для использования. Соответственно, он имеет тоже широкую активность и в качестве грамм, отрицательных и грамм положительных более сложных бактерий и грибов, то есть таким образом рецептура, у нас абсолютно рабочий рекомендуемый процент ввода этого ингредиента в составе, он удаляет бактерии с поверхности очищаемый, и вот этот некий пролонгированный эффект тоже может оказываться. Что такое в случае средств для мытья посуды пролонгированный эффект? Почему особо полезен этот может быть продукт нам, не только в тех ситуациях, когда у нас кто-то болеет или после этого, но и вот на какой-то периодической основе, потому что этот продукт прекрасно может защитить нашу с вами группу для мытья посуды, которая, наверное, нам все говорят, что хорошо будет менять как можно чаще, но знаю, что, наверное, делают это не все, и об этом очень многое известно, так вот, если у вас, в общем, есть любимая букта для мытья посуды, и вы не выбрасываете ее каждые три дня или каждый день, как нам рекомендуют врачи, наверное, в идеале это невозможно, то этот продукт прекрасно поспособствует очищению губки периодического, да, потому что когда мы регулярно пользуемся, какие-то микроорганизмы все равно на ней всегда остаются, они могут начинать жить какой-то своей жизнью, особенно если вода в водопроводах наших систем водопроводных, особенно в весенний период в некоторых регионах может слегка цвести, и все, что с этим связано, поэтому зараживать губку может быть весьма невредно. Так вот, как раз вот эта пролонгированная способность основного альтериального компонента будет для этого очень полезна. Вот эта вот картинка, собственно говоря, да, это вырезка из исследований, которые проводились с данным компонентом, здесь может быть не очень хорошее качество, но я надеюсь, что у вас на экранах лучше, в любом случае будет презентация, да, что губка, на которую нанесен был соответственно средство с данным компонентом, а вокруг нее, вокруг вот желтого, желтый – это сама губка, серый чистый ореол – это вот как раз то поле, которое очистилось под воздействием этого ингредиента от всех тех бактерий, это вот тот самый широкий круг, который вы видите. Поэтому, да, этот продукт может использоваться, и мы рекомендуем периодически его для этого использовать и держать вторым в доме, как я только что сказала, да, для того, чтобы это воздействие произошло, нужно замочить в растворе средство губку на 20-30 минут, дать ей там полежать, потом его хорошенечко промыть и, в общем-то, пользоваться дальше вашим удовольствием. То есть это будет такая вот и мытье посуды, и интеллектробная защита. Поэтому этот продукт рекомендуем иметь и использовать и в этом контексте тоже вполне может быть акторным. А в контексте нашей сегодняшней встречи, еще раз, ситуации, когда у нас есть какие-то профилактические вопросы по обработке одежды, да, и каких-то бытовых тканей, которые нас окружают во время или после болезни. Для этих целей в целом рекомендовано использовать стиральные порошки, раз, они жидкие, и именно универсальные стиральные порошки, да, почему, собственно говоря, и представлены на этом слайде. В нашем ассортименте у нас, да, три стиральных универсальных порошка, которые отличаются ароматами, поэтому каждый может выбрать то, что больше по душе. С точки зрения эффективности и основного состава, они абсолютно равнозначны, да, и эффективны. Можно как раз выбрать вот та разница по ароматам. Для, думаю, каждой из нас, по крайней мере, для большинства женщин в этом есть нюансы. Мы, конечно, ориентируемся на ароматы, и нам важно, какой остаточный вот этот эффект остается после высыхания белья. Так вот, в составе универсальных порошков или порошков для светлых тканей, можно говорить и так, и так, в составе находится перкарбонат или кислородный обмеливатель, да, то есть химическое название ингредиента перкарбонат, более такой обиходный язык, можно использовать термин кислородный обмеливатель. Это перекосное соединение, которое при стирке, при контакте с водой перкарбонат высвобождает активный кислород. Активный кислород является сильным накислителем, да, и он как раз приводит к денатурации, тоже такой специальный немножко термин, ну, к разрушению белковой оболочки, как мы с вами уже знаем, белковая оболочка есть и в вирусных составляющих, и в бактериальных, и, собственно говоря, она нарушает вот эти вот стенки или защитные мембраны, соответственно, оболочек вирусов или клеток. Важно очень помнить, что для полной устранения вот этих бактериальных микробов, если она особенно была выражена, да, есть разные болезни, есть люди, которые находятся с гепатитом, какие-то другие сложные заболевания. Так вот, для того, чтобы максимально эффективность, то есть в таких случаях, если мы говорим про дезинфекцию после болезни или за уходом до человека, который болеет, рекомендуется стирать при 60 градусах, учитывая, что в первую очередь мы сейчас все-таки говорим про стирку постельного белья, полотенец, палатов, нательного белья, это все натуральные ткани, и да, для них рекомендована и, возможно, это стирка без всяких, ну, отклонений и дисгормоний. Поэтому стирка при 60 градусах для таких случаях и добавление кислородных пятноводителей и отбеливателей, это, скажем так, средства для усилителей стирки, в которых содержание перфорбоната выше, ну, потому что это их основное назначение. Для таких случаев, конечно, рекомендуется стирание хорошо, кумерсами или дополнительно совмещать с отбеливателем или пятноводителем. Да, сейчас как раз более подробно про это. Вот усилителями стирки с дезинфицирующим эффектом являются кислородные пятноводители или отделители. Да, это средства, которые отличаются высоким содержанием соединения активного кислорода, которые, собственно говоря, высвобождаются при стирке. Здесь немножко повторяется история про активный кислород, ну, на тот случай, да, если эти слайды будут кем-то из вас потом использоваться по отдельности, здесь тоже самый активный кислород, который разрушает, демидуирует белок, таким образом разрушая оболочки стенки клеток, неграмм вирусов и бактерий. Точно так же для случаев, когда говорим про какие-то профилактики после болезни, да, очищения одежды, рекомендованную температуру стирки для таких случаев 60 градусов. Хотя эти продукты, в принципе, в обычной ситуации вполне эффективны и активны, от 40 градусов, да, и мы рекомендуем добавлять и к цветным вещам и так далее. В чем принципиальное отличие и между этими продуктами? Жирки в нашем ассортименте и порошковые. Жидкое средство, да, это здесь является носителем активный кислород, это перекись водорода, но это тот же самый активный кислород, но это жидкая форма, точно так же происходит освобождение. Продукт удобен для нанесения на обширные загрязнения, если нужно что-то налить, как-то там точечно на какие-то капли, да, то есть это такой вот с точки зрения просто кому больше нравится. Кто-то предпочитает жидкие средства, кто-то сухие. Здесь носителем активного кислорода наступает перекись водорода. Для тех, кто предпочитает сухие средства или для определенных ситуаций, когда у вас нет выраженных пятен, вы просто хотите усилить эффект стирки, например, у вас в регионе более жесткая вода, и это объективно требуется, мы рекомендуем использовать порошковые средства. Здесь носителем активного кислорода является перкарбонат, о котором мы уже тоже с вами поговорили, и пятновыводители мы рекомендуем для цветных и белых тканей, потому что он, ну, формула создана подразумевает того, что продукт был максимально универсальным, он был безопасен для цветных тканей в том числе, и отбеливатели. Этот продукт содержит максимальное количество перкарбоната в принципе. За счет этого он, конечно, рекомендован только для белых и светлых тканей, но для них он суперэффективен. То есть реально, если вам нужно спасти пожелтевшую за сезон вещь из шкафа, ренимул, хлоп, погул, тюль, реально этот продукт прям спасает и возвращает первозданную белизну вещей. Истинно не рекомендую. Ну и в контексте нашей встречи, да, это все-таки именно усилители стирки с дезинфицирующим эффектом. Эти продукты, особенно при высокой температуре, когда это нужно, позволяют достигнуть максимального эффекта в решении этой задачи. Ну, вот по теме, наверное, все, что связано с борьбой с бактериями. Максимально полную информацию я вам приготовила. Надеюсь, что она будет полезна не только сегодня. Она разделена по продуктам, поэтому сможете использовать, насколько кому как удобнее вместе, отдельно для различных ситуаций. Кто-то, кто просто является покупателем, я надеюсь, тоже для себя какие-то нюансы важны, будут полезны, как правильно использовать. Потому что я за то, что не надо делать лишнего, не надо класть лишнего, когда это не надо. Но бывают ситуации, когда это надо, тогда лучше четко понимать, что нам с этим делать. А по этой теме тоже все вопросы можно будет задать. Но сейчас я как бы в финале немножко хочу все-таки весна на позитивную тему перейти и завершить нашу презентацию немножко про другую историю. У нас сейчас с вами идет шестой каталог. Но, в общем-то, уже вот-вот начнется скоро седьмой каталог. И я думаю, что часть из вас уже познакомилась с нашей перезапущенной линейкой кондиционеров Uberlick Home с такими природными нежными ароматами, с дополнительными функциями. Либо это устранение неприятных запахов, либо это защита цвета и волокон, либо наш особый компетенционер сенски для людей с раздраженной и даже атопичной кожей. Надеюсь, что вы уже их попробовали. Надеюсь, что у каждого есть какой-то любимый, уже, возможно, появился, может быть, несколько. Но сейчас в преддверии седьмого каталога я буквально там, у меня здесь два слайда. Я хочу сказать и напомнить вам, да, я уже рассказывала про эти продукты, но они действительно, нам они очень нравятся. Вы очень всей командой рассчитываем, что вы полюбите так же. Это наша новая история, у нас ее не было. Это вот для людей, которые любят чувственность, эмоции, наслаждение. Я думаю, что мы все разные. Либо сейчас каждый кто-то по себе, либо те, кто покупают не только для себя, но предлагают наши продукты еще кому-то другому. Я думаю, что вы знаете, кто из ваших покупателей заключает, относится вот к этой категории женщин, девушек, которые вот такие более яркие, более эмоциональные. Как следствие, они ищут и во всем, в том числе, да, и в тканях, которые их окружают, в постельном виде, в халатах, которые мы носим. Они ищут вот этих более ярких, чувственных ароматов, которые имеют более выраженные, длительные шлейфовые ноты. Вот мы создали эту новую линию, да, на данный момент там три аромата. Мы будем ждать ваши обратные связи, с удовольствием будем развивать ее. Главное, чтобы это было. Вот для тех людей, кто ищет не просто аромата, а любит что-то более яркое, более выраженное. Вот эти наши новые продукты, да. Это линия ароматерапии. Уже буквально через две недели вы сможете начать их заказывать по нашему патологу. Продукты отличаются все три такими вот прямо яркими, выраженными ароматами. У всех трех мы создавали ароматы, которые имеют вот этот очень долгий шлейфовый, прекрасный, раскрывающийся битвухе. Продукты также отличаются особенной мягкостью. То есть усиленная формула, которая делает все ткани, которых мы не стреляем. Они точно так же являются суперконцентратными. До 10 миллилитров вы получаете превосходный эффект. Если нужен какой-то гиперэффект, да, можно увеличить до 30 миллилитров. Но при этом прям ткани будут такими мягкими, роскошными, ласкающими. Что, наверное, в дополнение аромат тоже является для тех из нас. В общем-то, наверное, каждая женщина будет в разном настроении. Бывает настроение, когда хочется чего-то более нежного. Бывает настроение, когда хочется чего-то более яркого и выраженного. Поэтому я думаю, что если люди ходят в домашние партии, у нас будет несколько ароматов. Это, в общем-то, я предпочитаю так. И из известных нам всех исследований, конечно, и в кондиционерах для белья мы тоже видим разнообразие. Потому что эти вещи, на которых мы спим, которые мы носим, и этот легкий хлёр тоже даёт прекрасную основу для какого-то особенного настроения. Длительная свежесть. При использовании этих продуктов длительная свежесть. И немножечко хочу рассказать про, чем отличаются ароматы. Там три аромата. Первый – это восточный пион. Это такой соблазнительный, пудровый, цветочный аромат. Вот такой вот для тех, кто любит немножко пряные ноты, такие тонкие ноты, шлейфовые, там, амбра, пачели. То есть вот он такой с пряными нотами нет. То есть он всё-таки цветочный. Очень сложный аромат. Его очень сложно отнести к какой-то конкретной группе. Действительно такая многослойная история. Есть немножко этого пряности. Очень рекомендуем попробовать пудровость. И для тех, кто любит подобные ароматы, рекомендую попробовать его. Для тех, кто прям любит чувственную, выраженную восточную историю, наш второй аромат – золотая органа. Ну, как бы мы название постарались тоже вот этот образ привнести. Там прям выражены пряные, такие очень тонкие ноты ванили, корицы. И всё это вот об обрамлении таких уже более специальных тонких нот пачели, амбры и сандала. То есть очень благородный аромат, очень чувственный, именно такой выраженный восточный. Это передаётся в том числе и самой упаковкой. Вот для тех, кто предпочитает чувственно-восточную историю, рекомендую обязательно хотя бы попробовать этот аромат. Для тех, кто любит тоже вот такое что-то более яркое, обволакивающее, но немножко другое по энергетике настроение, наш третий аромат – розовый бархат. То есть это такая история, она действительно обволакивающая, это цветочный аромат. И там вот не первая верхняя нота, а как раз вот она такая более глубокая, очень благородная, такая обволакивающая, манящая нота розового масла. То есть она такой выраженный, как дискуссия, очень красивая, и которая дополняется такими оттенками благородного мускуса. Для тех, кто любит вот такие более благородные, обволакивающие немножко такие молочные ароматы, при этом яркие, я очень рекомендую попробовать розовый бархат. То есть все ароматы разные, как раз, наверное, это позволит предложить каждый из нас, из вас, из ваших покупателей и попробовать найти что-то свое. Ну вот, я говорю, буквально две недели, я думаю, что сейчас весной, особенно когда мы чуть чаще сидим дома, чем нам хотелось бы, стирать наши любимые вещи, постельные бельё и домашнюю одежду, и при этом потом наслаждаться в длительное время, потому что действительно будут длительные полонгированные ароматы, вот это точно в том числе клейковых нот, ароматами, которые поднимают настроение. Мне кажется, это очень важно. Надеюсь, что эти продукты сейчас вы все сможете попробовать и насладиться, и найти свой любимый какой-то внутренний мир. Вот, как обещала, очень кратко сегодня, как-то я даже думала, что будет короче, но вот получилось, что нашлось сказать докториальные темы, все-таки оказалось достаточно длительным. На сегодня это вся информация, которую я хотела с вами поделиться и рассказать. Я тогда сейчас ставлю вопросы на стол, как обычно в нашей практике, и буду отвечать на все вопросы. Потом, как обычно, на две минутки открою, снова, если кто-то что-то не успел сказать, такая возможность будет, как обычно. Я так и предполагала, что причем вопросом будет, когда в продаже новое антибактериальное средство. Коллеги, значит, смотрите, мы действительно, я уже говорила на нашей встрече предыдущей, мы делаем все возможное для того, чтобы максимально ускорить. Поверьте, что мы сделали даже невозможное, мы нашли все сырье, мы ускорили, как бы, Китай, который только тоже открывается, потому что, к сожалению, все упорочные материалы спрея не производятся в Российской Федерации. Это парадокс, но это так. Так вот, мы за две недели, то, что обычно поставляется за две, за два месяца, привезли. Со вчерашнего дня мы уже активно запустили новую партию производства. И сейчас, в общем-то, мы делаем все, чтобы со вчерашнего запущенного дня на ближайшие два месяца у нас расписано беспереборное несколько сотен тысяч. Мы планируем выпустить этого продукта. Все сразу же будет отгружаться на базисный склад. Ждите. Мы, правда, делаем все для того, чтобы продукт был везде в достаточном количестве. Как минимум 500 тысяч будет произведено в апреле. Это вот то, что я прям уже могу подтвердить. 7, 2, 4, доступно 10 штук сейчас для покупки в одном заказе, не больше. Ну, вот, мои коллеги говорят, что сейчас есть некоторые ограничения на заказы в одни штуки, но мы сейчас сделаем все для того, что, я говорю, вот уже все, мы с командой сделали все возможное со вчерашнего дня новый запуск производства. Чтобы вы понимали, за предыдущие две недели мы продали 150 тысяч. Обычно это такая продажа для нас не одного месяца. Понятно, сейчас особая ситуация. Мы делаем все, чтобы в самые сжатые сроки перестроить всю эту историю, везем все самолетами, вкладываемся в это, да, наши цены не будут для вас меняться. Задача компании сейчас дать нам, вашим покупателям, тот продукт, который вас требует. Мы все для этого делаем. Со вчерашнего дня, как я сказала, линия пошла. Я вот тоже лично не принимаю участие. Сейчас так получилось в трассовой ситуации вот в отслеживании всего того, чтобы этот продукт был. Вот, ну, отгрузки начнутся уже начиная с понедельника на БС, на все регионы. Мы очень рассчитываем, что мы насытим все наши склады. Вот в самое ближайшее время будем смотреть, как будет уже вот при моменте доступа раскупаться этот продукт. То есть если мы поймем, что мы готовы все это, то мы продлим вот этот вот режим огромного производства и на последующий месяц, да, на апрель-май, как я сказала, очень существенный объем. Мы, собственно говоря, подтверждаем, обеспечиваем, и в ближайшие две недели будем делать для того, что, ну, если поймем, что это все форматно нужно, то, конечно, это будет производиться и дальше. Так, сейчас я прям буквально момент. Я понимаю, что у меня почему-то пропал слайд из презентации. Я вижу просто вопрос про салфетки. Ой, ой, ой. Я хорошо извини. Сейчас. Я понимаю, что у меня это видео, потому что у нас там забоила немножко сеть. У меня был слайд в салфетке. Сейчас, секунду. Вот. Я прошу извинения. Так вот, еще пару слов в презентации. Да. Как-то, видимо, перескочили. Про быстрое очищение поверхности. В нашей ассортименте есть еще два продукта, которые содержат тот же антибактериальный компонент, который лежит в антибактериальном средстве. Это, как раз, вот тот компонент, который относится к классу честертичных аммоневых соединений, как называемый, час, бизалфоний хлорид, да, который активен, как я уже говорила на основном слайде, и против бактерий, и против грибов, и против вирусов, да, то есть в том числе и против сложных вирусов. Он лежит и в, спросите, пожалуйста, в салфетках универсальных 11550 и в салфетках для обработки кожаных изделий, которые подходят для обработки обуви, перчаток, сумок, ну, то есть всего того, что мы выносим с собой на улице и тоже не мешало периодически чистить. Единственный важный момент, все-таки это салфетки для, это не антибактериальные салфетки, в смысле они не содержат спирт, это не антисептик для рук, они предназначены для очищения вот этих поверхностей, про которые я сказала, да, они содержат работающий антибактериальный компонент, но их используют, то есть если вы имя что-то протерли, почистили, не исключают того, что не нужно после этого тщательно помыть руки и при необходимости их там чем-то обработать, антисептиком, они этого не исключают. Ну да, оба эти продукта содержат антибактериальный компонент, мы сейчас добавим эту информацию в каталоги, я могу сказать, что информация про универсальные салфетки, она была, потому что это, но в связи с изменениями законодательств, я уже тоже об этом говорила несколько лет назад, да, в силу того, что это все-таки не дезинфектант, мы в соответствии с требованием мы унесли, то есть мы не меняли формулу, формула осталась та же, с антибактериальным компонентом, но писать мне в упаковке, что это антибактериальный продукт, мы не можем, мы так никогда и не делали, он содержит антибактериальный компонент, да, что это за компонент, я сегодня подобно рассказала, и да, наверное, в текущей ситуации периодически протирать им ручки, перчатки, сумки, да, либо столы, на которых мы постоянно сидим, ну, то есть в первую очередь, конечно, актуально для тех, кто не может сидеть дома, а вынужден ездить активно в офис или там встречаться с клиентами и так далее, да, периодически вот использование таких продуктов и наличие их сумочки сейчас точно не будет лишним. Это вот тот момент, которому спасибо за вопрос, благодаря этому мы не потеряли тот слайд, который я приготовила из-за некоторых сбоев сети. Так, следующий вопрос. прав, когда появится, все рассказала, ждите, вот прям будет появляться и будет доступно. Когда вернется, так, одну секундочку. Коллеги, мы перезапустили линию для кондиционеров, где вопрос, когда вернется кондиционер с ухаживающей добавкой. Наш новый кондиционер Sensitive абсолютно отвечает. Клейн, он также имеет ухаживающие добавки, он даже гораздо более жесткую проверку прошел в том числе не только для чувствительной кожи, но прям для атопиков. Кондиционер Sensitive это как раз для тех, кто ищет кондиционеры без запаха на высохшем бурне. Этот кондиционер также обладает способностью прям сильно увеличивать впитывающуюся способность тканей, каких-то, да, жесткой махры, только что купленных кухонных полотенец. Вот наш новый продукт 11856, который кондиционер для меня Sensitive, это полный, я могу совершить, лучшая замена того продукта, который был до этого в этой категории. О, 111-36. Как правильно обрабатывать продукты, принесенные из магазина. Значит, если у вас продукт, ну, герметичная упаковка, да, вы можете нанести на эту упаковку это средство, но, как я сказала, оно не мгновенного использования, оно должно поработать на поверхности и оставить на какое-то время, то есть, можно наносить из пульверизатора, можно наносить на салфетку, тут зависит от того, какая поверхность упаковки, которую продукты вы хотите обработать. 111-36. Можно ли обрабатывать руки? Значит, это средство предназначено бытовая щене, это не раствор для рук, при этом, как я сказала, компонент, входящий в состав сенсибилизирующим, то есть, раздражающим, руки способностью не обладают, они не раздражают руки, но тут вопрос, что мы сейчас так часто с вами моем руки и пользуемся сенсептиками, что наша кожа, в принципе, страдающая. Я, кстати, всем очень рекомендую, кто не сидит дома, а правда часто моет руки, обязательно пользуется кремами для рук, иначе вероятность контактного дерматита, она прямо сейчас вырастает в разы. Я сама за прошлую неделю получила эту проблему, и вот с нашими кремами неделю восстанавливала руки, очень быстро, кстати, возобновила прям вот могу искренне, прям прекрасно, что любой продукт, большинство наших продуктов реально очень хочется делиться и рассказывать. Я вот довела свои руки очень быстро в этой ситуации, нахождение офиса, нахождение в транспорте, когда ты дополнительно что-то моешь, обрабатываешь, и у меня за неделю прямо возник контактный дерматит, никогда не было. И за эти же пять дней с нашими кремами про руки, я могу сказать, что я вернула своим рукам прекрасное состояние, очень безмерно рада, поэтому прям делюсь опытом, обязательно кремом пользуйтесь, все, кто сейчас вот вынуждены часто пользуются антисепсиками, потому что это все сушит кожу, сушит сама вода, которая течет из наших кранов, в абсолютном большинстве случаев, жесткая, и именно она в первую очередь ведет вот к этой сухости кожи. Поэтому ничего плохого с руками не станет, но еще раз, это продукт для обработки поверхности. Сколько времени действует антибактериальный эффект? Ну, как я сказала, наносить нужно не менее чем от 10 до 30 минут, смывать не рекомендуется, но понятно, что если на поверхность на эту какой-то оказывается потенциальный воздействие, то есть вы на нее все время приносите телефон откуда-то, который у вас непонятно где-то лежал, или кто-то пришел, я не знаю, чихнул вам на стол, то после этого, конечно, лучше обработать заново, если вы там сегодня еще этого не делали. Как их готовить раствор для очищения губки для мытья посуды? На самом деле, ну, вы на глаз наливаете какое-то небольшое количество, там, я не знаю, 5-10 миллилитров, ну, заливаете-то там 100-150 миллилитров воды и в этом растворе замачиваете губку. То есть это будет достаточно эффективно. какими средствами для мытья посуды можно мыть фрукты, а какими нельзя. Про наши, значит, я поняла, смотрите, да, значит, в прошлом на всех наших продуктах для мытья посуды было написано, что они разрешены для того, чтобы очищать у них фрукты и овощи с толстой кожицей. Я могу сказать, что рецептуры наши не поменялись в плане безопасности этого, но опять-таки изменилось законодательство, и мы все живем в реальностях и должны их соблюдать. Сейчас запрещено выносить подобные плеймы на все новые сертифицированные продукты для средств бытовой химии. Те, кто это делают, они поступают абсолютно некорректно. Поэтому, чтобы вы понимали, наши средства не стали другими в плане мягкости, но все то, что законодательство сейчас, ну, принято решение, что нельзя по такие средствам говорить, потому что это все-таки бытовое применение, а грубо овощи то, что мы с вами едим, то сейчас этот клейм с упаковок ушел. Потенциально понятно, что то, что прикасается с сортом, да, мыть ничем не вредно, каких-то особых условий, да, если у вас очень дрязная картошка, если вы сомневаетесь, ну, вот бывают яблоки прям такие восковые из магазина, либо какие-то апельсины, которые никто не привезет, то есть когда это плотная кожица, не контактирующая с самим продуктом, да, вполне возможно очистить их принудительно вот от этого лишнего слоя защитного химического, который иногда на них наносит производитель пищевой продукции. Про концентрацию для губки я уже рассказала. Про вопрос, можно ли средства распылять на руки, как уже сказала, можно на лапу, ну, как бы на лапу животным ничего не случится, сенсибилизирующим воздействием на кожу не обладает, но опять-таки это все-таки продукт бытового назначения для поверхности. Будет ли доступна запись, чтобы поделиться в ВК? Да, конечно, будет доступна запись, будет доступна презентация, все это для вашего пользования, пожалуйста. Про новый санитайзер вам с удовольствием расскажут мои коллеги из направления косметики, мои коллеги из продаж обязательно расскажут этот вопрос, но средства классные, просто могу сказать действительно, ну, просто действительно его создавали они и будет правильно, чтобы они вам рассказали там очень высокое количество свистокопилового спирта, что очень хорошо, есть дополнительные компоненты, тоже усиливающие вот это антибактериальное воздействие, я думаю, что в ближайшее будущее будет дополнительная информация по этому продукту от моих коллег. Давайте я прям буквально на минуточку сейчас включу вопросы, если у кого-то есть еще какие-то вопросы, прямо сейчас, да, кто-то что-то написал. Хорошо, все, тогда вот все, что написали, да, все, стоп, я вот сейчас на них отвечу и вы на сегодня как бы, наверное, на этом завершены. Будут ли в продаже гель-спрей для рук, к сожалению, продукты для косметики, я не смогу вам рассказать оперативную информацию, чтобы не вводить в заблуждение, не буду этого делать, мои коллеги из продаж обязательно передадут вопросы и на них ответят. Спрей с монардой можно ли использовать? Монарда, как я рассказала, как раз на прошлой нашей встрече, был блог про монарду, там все-таки основная ее направленность антигрибковая, да, вот антигрибковая, то есть в плесени и после грибов, это наиболее выраженный эффект действия масла монардой лучики. У нее есть определенное воздействие на бактерии, но она гораздо менее выражена, поэтому все-таки более правильно, и мы основной акцент в ее позиционе сейчас делаем на борьбу с плесенью и грибами, но это натуральный компонент, и определенный антибактериальный эффект вещества, входящие в ее состав, имеет время действия санитайзера на руках, ну, смотрите, действия, в основном, что это спирт, высокая концентрация, то тут действия практически мгновенные после нанесения, если вы обработали все поверхность рук, ну, надо понимать, что если вы спотились тут же, а что-то руки высохли, и вы после этого тут же пошли и с какой-то, опять-таки, сомнительной поверхностью, то, собственно говоря, руки надо мыть заново, ну, то есть вот в тех моментах, когда у вас есть риски, да, то руки сейчас лучше мыть. Так, про упаковки, значит, салфетки влажные, всех, а можно упаковку один из 500 рублей поменять? Не совсем поняла вопрос, а можно упаковку всех влажных салфеток и других поменять? Куда берешь из упаковки одну? А, я поняла, вы, видимо, говорите про упаковку салфеток внутри салфетки, но это стандартная практика, она как раз сделана для того, чтобы вы не выковыривали принудительно каждую последующую, они выложены таким образом, что вы тягёте одну, и появляется кончик другой. В принципе, для этой категории продуктов это как бы такой тип укладки, созданной специальной, как раз для удобства, чтобы в следующий раз не надо было пальцем очень долго ковыряться внутри салфетки, способствует высыханию, во-первых, раствора, что не очень здорово. Поэтому такой тип укладки, в общем-то, не просто так сделан, и абсолютно, ну, скажем так, большинством признаны наиболее оптимальны для этого типа продуктов. нашим средствам 136 лучше обрабатывать, ну, я тут люблю нёготь, про наше средство 111-36 я действительно сегодня вот уже со всех абсолютно ракурсов дала информацию, надеюсь, что вам будет полезно. Я не знаю, о каком-то средстве в магазине идёт речь, но про наше я вам рассказала всё, что смогла. Как использовала про руки и восстановила. Использовала элементарно, начала просто мазаться кремом для рук не один раз в вечер, а реально первые три дня, вот после того, как я увидела этот кошмар, я пользовалась нашим кремом про руки, ну, наверное, раз в пять, день, три дня. Дальше перешла на два, и, в общем-то, у меня за пять дней ну, прекрасное состояние, у меня даже сейчас видно, потому что вот в прошлое воскресенье у меня прям были как микропорезы на руках. Я вот, да, я себе просто поставила в офисе на стол, дома на стол, на кухне на стол, во всех местах, где я бываю часто, и за пять дней мне удалось вернуть. Я прям лайфхак. Я сама не знала, никогда не было проблем у меня никакой схожи, и я прям была чудесно и мы будем рада, что удалось спасти. Я хочу, и сегодня, наверное, все. Спасибо всем большое за активность, спасибо всем большое, кто сегодня был, очень надеюсь, что будут полезны вам материалы. По всем вопросам, как всегда, можно обращаться к нам через наших коллег из продаж, мы в тесном контакте. Еще раз, все делаем, чтобы антибактериальное средство было много, достаточно и быстро. Ждите, все, процесс запущен уже на такой очень большой застав, бесперебойно распланированного производства на весь апрель, май, и дальше будем смотреть по потребности, по необходимости обеспечивать. Всем здоровья, хорошего настроения, и надеюсь, что, да, мы все равно со всем этим с вами совместно сможем максимально хорошо справиться, и весна будет продолжаться активно, солнышко, в общем, всем здоровья, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...